Хорошая игра. Главное, недолгая. Очень быстрая. Визуально оформлено очень приятно. Начинаем. Первое, что мы делаем, это пропускаем всю историю, но я вам ее расскажу. У нас есть Микки Маус, но кто же его не знает, также у нас есть подруга Мини Маус. И вот подруга Микки Мауса украла какая-то злая колдунья и захотела украсть красоту Мини. Я думаю, что ты в порядке. И Микки Маус должен собрать несколько гемов для того, чтобы... ...смех сделать все, чтобы успешно. Первое, что вы увидите прямо сейчас... ...в целом, я прыгаю с Микки Маусом буквально, когда я могу. И причина для этого, что он очень-очень слегка. Райнер говорит, что везде, где можно, мы прыгаем. Потому что... ...Микки Маус почему-то очень неспешно ходит, он очень медленно ходит. Ноги не могут, видимо, справиться с такими ботинками большими. Поэтому мы всегда стараемся прыгать. Игра, это очень простая. Это... ...лёгенький платформер... ...простенький, я бы сказал, платформер, где... ...где у нас просто есть возможность пострелять, попрыгать... ...и на этом, в основном, заканчиваются все функции. Мы можем бегать, прыгать, стрелять. И... ...сейчас у нас будет первый босс. Босс, дерево, довольно-таки... ...не банальщина, а дань уважения к классике. Очень много где, в старых играх, первый босс, это босс-дерево. ...постоль с паном. А вот тема у нас есть... ...вс... ...и на пятую игру, из-за того... ...босса на меньшееる teammates, и подробностей. ...вс. ...пособы. 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 ...пособы трех. ...пособы. Итак, дверь за дверью, мы проходим уровни, убиваем, не убиваем, в этой игре никто никого не убивает, побеждаем боссов. Итак, тяжелая часть, где вам постоянно нужно очень точно прыгать на голову врагов, чтобы после того, как вы прыгаете на голову врага, вам дается дополнительная высота. Естественно, мы это используем для более быстрого подъема по этому уровню, он вертикальный. Сам вверху в конце нас ждет ключ, ключ нам нужен для того, чтобы просто открыть проход к следующему уровню. Итак, мы получили ключ, спускаемся вниз. Да, Раня говорит, что в предыдущей секции, где после того, как мы подбираем ключ и спускаемся, эффективнее, конечно, пытаться замедлиться и сразу же спрыгнуть вниз. На другую платформу, нежели просто оставить Микки Мауса в свободном полете, и он бы набирал большую инерцию и перемещался от края крана к другому краю. Это занимает большое количество времени. На этом уровне у нас появляются такие желешки. Они помогают... Никак не помогают, они, по-моему, замедляют. И тут мы встречаем клоунов. И от снаряда клоуна мы можем также подпрыгивать, поэтому проходим в конец уровень. И от снаряда клоуна. И от снаряда клоуна. У нас есть $15 из ChazML. Участливый, чтобы увидеть два дисне-гейма, я никогда не закончил, как ребенок, который был уничтожен в более 45 минутах. Большое работа от всех руннеров в этом фантастическом эфене. Руннер отмечает, что игра довольно-таки сложна. Как и почти любая игра на NES, Genesis и всех консолях этого времени. Так, ребят, пипа-клоуны в чат. Срочно нужно пипа-клоуна в чат. Жить не можем без них. Босс-клоун, естественно. Он смешно дрыгать ногами, но я бы не смеялся, возможно у него какие-то проблемы, потому что его ноги на пружине. И ему сложно ходить, поэтому он пытается махать ногами, чтобы взлететь повыше. Зачем-то он выкидывает пружины, которые помогают нам его же победить. Просто прыгаем им на шляпу. Таким образом наносим ему урон. И одолеваем его в неравной борьбе. Ранер говорит, что он много сохранил на подъеме на втором уровне. У него была хорошая битва с клоуном. Говорит, что это возможный ПБ прейс. То есть персональный личный рекорд для ранера. И чувствует он себя отлично. Падаем в воду, потому что тут есть интересный водный поток, такой подводный поток. Который просто нас отправляет в конец уровня. Отличный шоркат. И отлично. Итак, в этой секции я буду пытаться настроить определенную манипуляцию битвы. Это позволит мне дамагуруть буст через водопад. Водопады у нас есть один-хит-килл. Я буду пытаться влазить этот битвы, чтобы отмечать меня. Отлично. Итак, на этом уровне есть водопады, что являются фоном. А есть вот такие водопады, которые нас убивают. Они наносят урон, который убивает нас сразу же. Поэтому мы использовали летучую мышь, которая нанесла бы нам урон. После получения урона от летучей мыши нам даются кадры бессмертия. И мы можем спокойно пройти сквозь водопад. Итак, это уровень, где вода поднимается и опускается. То есть, мы не попали, к сожалению, в быстрый цикл. Нам придется ждать на платформе, пока вода уйдет. И спокойно доходим до выхода. Просто коридок, который заполнялся водой. Это какой-то шуточный босс. Это большой тотем, который метает вот этих существ. Но мы просто получаем от них демэдж. Они сами же сбивают свой тотем. Босс шуточный, сам себя пытается разбить. После того, как мы пройдем основные уровни 3, на первом этаже в хабе появляется вот такая лестница. Мы можем по ней спокойно пройти и зайти в библиотеку. Это не библиотека. Это, да, там... Это большая кухня. И мы заходим в молочную реку, так сказать. Какой-то миг сладостей. Если кто-то хотел покушать, сейчас, я думаю, вы еще больше захотели. В молочной реке у нас плескаются мармеладные дельфины. Но где же находится молочная река? Естественно, в сладком королевстве. Кисельные берега. И кисельные берега тоже будут. Точно молоко, точно молоко. Не кефир и не ряженка. Точно молоко, видишь, надпись на банке. Не понимаю, конечно, зачем затем менять фон во время того, как мы зацепляемся за канат. Злые книги хотят нас прибить, но мы просто проходим под ними. Так. Не получился прыжок, но со второго раза-то он получился. Все отлично. Итак, мармеладный босс-дракон. К сожалению, Микки знает модель поведения этого босса, ну, не Микки, а Ганик. Поэтому мы спокойно расправляемся с ним. Опять поднимаемся. И это финальная секция. Раник попытается сохранить максимальное хп первой комнаты. В этом доме случаются несколько мелодичных в столе. В этом доме есть 1 или 2 рогов-бат, которые... ...смех, которые... ...кан... ...дамаж, что вы до 1-2. В этом доме для вас идёт от 1-1. ...смех, и ты... ...смех, и у тебя начинается от первой, и у меня началась с теми. И это может подойти много времени. И это будет много времени. Это не стоит 1-2. Если вы принимаете 1-2 на эти блоки, то все начинают заблевать. Получаем дэмэдж гусс через это пусочное ядро, ждать его довольно долго, мы этого не хотим, поэтому мы просто получаем дэмэдж и проходим сквозь него. Довольно пугающая локация, еще тут такие страшные мосты. Эта локация, которая отзывая меня, страшно меня. Небольшая... водная секция перед самым тяжелым могомнем в игре. Одна называется пенджалум, поэтому мы попробуем прыгать на пенджалум немного быстрее, чем мы обычно. И потом мы попробуем идти на дэмэдж гусс, что немного рискованно, потому что я могу дать это, я могу спать на уровне стажа, пытаясь это. Итак, это самая тяжелая секция, это башня с часами. Почему-то башня, видимо, давно уже не функционирует, мы прыгаем на шестеренки, они рассыпаются, улетают. Мне кажется, так быть не должно в работающем-то механизме. Мы не можем идти на дэмэдж гусс, потому что мы имеем слишком низкий здоровый. Потому что обычно это предполагает дэмэдж гусс, поэтому мы будем ждать их, и я буду получать здоровый здоровый. Не позволяет шестеренке им уйти раннеру. Получаем speed boost, увеличение скорости после этих шестеренок. Пролетаем те две ловушки. Ирикаун, Клоктавр офф. Я буду тестировать на него. Давайте посмотрим на него. Я могу объяснить это. И мы получаем это. Окей. Нормально, в этом башне, он движется три раза. Он движется три раза. Он движется три раза. Он движется два раза. Нормально рассказывает про то, как можно манипулировать под последним нашим боссом. И что нужно делать при этом. Собраем все камни. Выстраиваем, естественно, радугу. К нашей. Мини Маус. И вот видим эту ведьму. Похоже на ведьму из белоснежки. Чуть-чуть. Почему-то мини держит в пузыре. Не знаю, зачем. Видимо, клетки использовать не канон. Давай, дай нам на верху и на верху. Это хороший начальник. И еще один удар. А, там наш топ. Так, мы можем дамыжить здесь, если у вас есть много сил и времени. Вот оно. Так, Микки, после всех этих гемов, которые он собрал, вытаскивает свою свою драгонбол, и превращает Мизерабел в код. Побеждая ведьму, мы превращаем её в код. Радостную. Особу. И она интересной походкой пытается выйти. Да, да, да. Да, да. Ну, не так. И если это игра, который вы думаете, что вы хотите узнать, вы можете перейти в нашу дискорде. Это на спидран.com для этого игра. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете позволить нам узнать, мы сможем помогать вам через что-то. Так, Аганер говорит, что если вам понравилась эта игра, и вы захотели её поспидранить, заходите к нему в дискорд на его Twitch-канал, спрашивайте, задавайте любые вопросы, он вам охотно о них ответит. И, last но не least, happy birthday, Телес, my buddy. I'll be talking to you later. Субтитры сделал DimaTorzok